Привет, друзья! Прошёл я давеча The Room VR A Dark Matter, VR Quest от студии Fireproof Games. Студия только и выпускала VR-квесты по 150 рублей, плюс они выходили и на мобильники, а первая часть даже на Nintendo Switch. При такой стоимости они и проходили за один присес за час, но при этом были неплохого качества. Тёмная же материя – это шаг вперёд. Моё прохождение заняло почти 3 часа, и все 3 часа было захватывающе интересно. Вы офицер полиции Лондона в 1908 году, и вам поручают дело пропавшего профессора археологии, который работал себе в Королевском музее, ковыряя саркофаг какого-то египетского фараона, а потом раз – и пропал. Почти сразу выясняется, что профессор нашёл что-то тёмное и загадочное, а вам кто-то очень сильно хочет помочь завершить то, что профессор не успел сделать. Как и в любом классическом квесте, вам надо будет решать головоломки, которые мне показались достаточно интересными и решаемыми без помощи ручки и бумаги. Всё, что вам нужно для решения, будет доступно в той локации, где вы находитесь. Но если вы совсем застряли, то можно получить текстовую подсказку. Подсказки не дадут решения, они скорее подтолкнут в нужном направлении. Но если до вас всё ещё не доходит на третью подсказку, игра конкретно скажет, что нужно делать. Тут стоит заметить, что в игре есть английский, французский, испанский и пара других языков, но нет русского языка. А некоторые головоломки потребуют от вас понимания текста хотя бы на базовом уровне. Плюс, если вам интересен сюжет, он подаётся на листах текста. Про атмосферу в игре надо отметить отдельно. Вы постоянно находитесь одни, но при этом вокруг либо дождь с грозой, заставляющий вас вздрагивать, либо завывание ветра, либо ещё какие-то жуткие звуки. Но не бойтесь, ненавистники скримеров и пугалок. Тут их нет. Визуально же, A Dark Matter очень красиво. Детали окружения проработаны до мелочей, и вы верите в то место, где вы находитесь. Перемещение в игре ограничено телепортацией между точками. Самый простой вариант, щадящий вестибулярную систему большинства людей. И для такой игры он вполне подходит. Конечно, свободное передвижение было бы предпочтительнее, но на геймплей это бы никак не повлияло. На момент публикации этого обзора у игры 20% скидка, и она стоит 412 рублей, 303 гривны и 3120 тенге. А если вы боитесь, вам нужна помощь в прохождении, или вам просто любопытно, я опубликую полное прохождение игры без комментариев, и ссылка будет сразу под кнопкой лайка. Как по мне, так эта игра обязательна для покупки любителям квестов. Спасибо за просмотр! Это видео проспонсировано спонсорами YouTube канала. Напоминаю, что и вы можете стать спонсором и получить возможность смотреть ролики раньше других всего за 50 рублей. Ставьте палец вверх, если понравилось, палец вниз, если нет, а в комментариях пишите ваши любимые квесты в VR. Увидимся в виртуальной реальности! Субтитры создавал DimaTorzok